Тюмень уже не раз доказывала, что не случайно считается одним из главных центров развития дзюдо в России. И не только, кстати, в нашей стране. На ставший уже традиционным детский турнир Кубок Сенсея приехали дзюдоисты не только из близлежащих областей, из Казахстана тоже. Уже шестой год мальчики до 15 лет борются не только за Кубок, который по итогу турнира вручается лучшей команде, но и за призы региональной общественной организации «Новый поток». Занять детей чем-то, чтобы у них была не только школа, компьютер, телефон, чтобы у них была цель в жизни. Опять же, спорт делает лучше. Нынешней весной Тюменский турнир собрал порядка 400 юных дзюдоистов. Для каждого из них, как, впрочем, и во все остальные годы, он стал площадкой приобретения нового опыта. Перспективные ребята, коих тут немало, грезят об удачной карьере. И, чтобы сделать первый шаг к мечте, решили выступить на Тюменском турнире. Он хоть и детский, но вполне официально повышает квалификацию участников. Это уже не говоря о приобретении первых накоплений для самого большого богатства в жизни любого спортсмена – соревновательного опыта. Ведь с Кубка Сенсея начинали свой путь многие нынешние титулованные дзюдоисты. У нас ребятишки, да, конечно, участвовали, занимали призовые места. Есть чемпионы России, есть чемпионы Кубка Европы, ребятишки, которые здесь боролись. К слову, Эдуард Котов, помимо того, что тренирует юных спортсменов, сам продолжает выступать, стараясь подавать своим подопечным личный пример. Несколько лет назад стал бронзовым призером чемпионата Европы среди ветеранов. Чуменец Мустафа Шахновазов сегодня считается одним из наиболее перспективных дзюдоистов региона. Он выступает в категории до 38 килограммов. В прошлом году на Кубке Сенсея Мустафа был третьим, уступив в полуфинале. На сей раз не рассматривал никаких других мест, кроме первого. Турнир очень хороший, здесь очень много народу, приехало около 500 человек. Здесь нет такого сильной, слабой, здесь все равны в технике, в физике. Надо выходить, главное, чтобы уверенно, чтобы не бояться, что я сейчас проиграю, блин, надо выходить, все, я сейчас должен выиграть и обрадовать тренера, это самое главное, и родители.